Щедрость и вампиризм. Что это такое? В чем разница? И как это проявляется в отношениях мужчины и женщины? Давай, возвращай кольцо, которое тебе дарил. Давай, иди, возвращай шубу, которую тебе дарил. Давай, теперь рассчитывайся за ремонт в квартире, которую я для тебя сделал. Откуда берется вампиризм? Она, условно, сжата, да, она в страхах. Как она может из этой позиции быть щедрой на благодарность? Он начинает оскорблять женщину, унижать, самоутверждаться. Женщины, которые не умеют быть благодарными, женщины, которых мужчины не считают благодарными. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов. Я психолог, эксперт в отношениях, основатель образовательной компании «Фаза роста». И прямо сейчас мы будем раскрывать эту тему. И, скорее всего, ты узнаешь либо себя, либо одну из своих знакомых, либо подружек, либо пар. Кстати, я провожу бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция», где мы разбираем, как во взаимоотношениях избавляться от собственного вампиризма, перестать притягивать вампиров, из себя создать щедрую женщину и притягивать щедрых мужчин. И сейчас я говорю не только про материальное. И, в принципе, женщина не должна быть материальной щедрой по отношению к мужчине, как бы она его не любила. Прямо сейчас под видео кликай по ссылке и успей записаться бесплатно. Скажи, знаешь ли ты таких мужчин, которые делают так? Они одаривают девушку подарками, они делают что-то хорошее для девушки, а потом, когда происходит какая-то ссора, либо развод, мужчина начинает припоминать и говорить, «А теперь ты же давай возвращай кольцо, которое я тебе дарил, давай иди возвращай шубу, которую я тебе дарил, давай теперь рассчитывайся за ремонт в квартире, который я для тебя сделал». И, например, это также было в отношениях моих родителей, отчим так проявлялся по отношению к моей маме, и поэтому я знаю, о чем я говорю. Вот что это такое вначале? Это щедрость или вампиризм? И в чем разница? Что такое щедрость? Это когда я, мужчина, либо женщина, отдаю что-то кому-то и не ожидаю чего-то взамен. То есть это когда я, в принципе, мне есть чем поделиться, я этим делюсь. Да, мне хотелось бы, конечно, получить какую-то благодарность от человека за это, но по-честному я понимаю, что реакция может быть разной, и независимо от того, какая будет реакция, я в любом случае поделился. Что такое вампиризм? Это когда я что-то делаю для другого человека, я что-то делаю для ребенка, либо для партнера, я такой весь старательный, или она такая вся старательная, она, например, и дома убирает, и красивая, и за ребенком следит, и на две работы ходит, а потом говорит, «Я ему все, вот я же для тебя все делаю». То есть это когда человек делает в ожидании получить ответочку. То есть он очень, он это делает вроде бы, ну то есть он делает это не из желания поделиться, а в глубине души, в надежде, что я получу ответочку. И этот человек очень сильно расстраивается, у него прям большая в итоге обида и претензии, если в ответ он не получает чего-то. И вот это про вампиризм. В моем понимании щедрость – это одно из важных качеств сильных, действительно сильных личностей, независимо от того, это мужчина, либо женщина. Мне кажется, щедрость – это также важное качество здравых, осознанных, классных родителей, у которых вырастают классные дети. Наверняка мы знаем, какие родители были на постсоветском пространстве, во времена СССР, какую фразу мы часто слышали от родителей, в том числе я. «Я тебя вырастил, теперь ты мне должен». «Я же тебя ращу, теперь ты мне вообще по гроб жизни должен». И к сожалению, к сожалению, многие родители, которые выросли во времена СССР, они также являются так называемыми вампирами. Это когда я что-то делаю для кого-то, чтобы получить взамен. И я буду очень злиться, обижаться и кричать, как это несправедливо, если взамен я чего-то не получу. Откуда берется вампиризм? Вампиризм – это про заслуживание любви. Это когда я сам себя не люблю, я сам к себе на самом деле плохо отношусь, мне плохо самому собой. И поэтому что мне нужно делать? И мне плохо, и я сам с этим справиться не могу, над собой работать я не готов, себя прорабатывать я не готов. Поэтому что мне нужно сделать? Я буду искать кого-то, от которого я любовь эту самую буду получать. Я буду искать кого-то, через кого я буду восполнять свой недостаток любви, который у меня есть внутри. Но как? Я же не могу подойти просто к человеку и сказать «давай заполняй мою любовь». Мне же нужно что сделать, чтобы требовать, так сказать, можно было требовать от него любовь и внимание? Конечно же, мне нужно взять, дать некую взятку. Что такое взятка? Это когда я что-то делаю для человека, даже когда он сам об этом не просит. Я такой весь заботливый, я такой весь хороший. И знаете, вот про сверхзаботливых мам. Их же сына и я не просят эту сверхзаботу. Или есть сверхзаботливые женщины, которые все делают для мужчины. Но мужчина же и не просит это все. И в общем, она все это делает. И по сути, для чего она это делает? Чтобы дать ему взятку, чтобы потом можно было сказать «а теперь ты мне должен». Да, теперь восполняй мой недостаток любви внутри. И в принципе сказать, что это преступление, да нет. Многие люди так в принципе живут. Вопрос в том, действительно ли это ведет к счастью. Зачастую, в 99% случаях, несамодостаточный человек – это тот, у которого внутри чего-то недостаточно по отношению к себе. То есть если ты так проявляешься по отношению к миру, тогда ты притягиваешь таких же мужчин, которые также имеют какой-то недостаток внутри. И которые этот недостаток пытаются компенсировать через отношения к женщине. Например, у мужчины, у которого низкая самооценка, и он над этим никак не работает и не прорабатывает, зачастую бывает выграждает свою низкую самооценку через отношения к женщине. Он начинает оскорблять женщину, унижать, самоотверждаться. Тем самым получая вроде бы как временный эффект своей какой-то значимости, возвышенности над униженным партнером. И знаете, недостаточно просто сказать, все, поняла, Ярослав, я буду щедрой, я буду щедрой. Сейчас я буду со всеми делиться щедростью, я поняла, нужно быть щедрой. Но понимаешь, щедрость – это же когда я наполнен, когда мне есть чем поделиться. Давай представим женщину, ну или мужчину, который делает все для родителей, который считает, что я родителям своим должен. И многие такие люди, они что, у них самих жизнь не налажена, ей самой не хватает там на обустройство своей жизни, ей самой на себя времени не хватает. Но что она берет? Жертвует своим временем и посвящает там, например, маме, которой, например, одиноко. Или маме, которой скучно, или маме, которая говорит, ты должна мне уделять внимание, мы, ты моя дочка, ты мне должна. Это не про щедрость. Это тогда, что делает ребенок? Он из чувства вины как-то проявляется по отношению к родителю. То есть родители манипулируют его чувством вины. Щедрость – это когда, я скажу опять же про себя, когда-то я, например, не помогал своей маме. Почему не помогал? Не потому что я считал, что это плохо или я не должен, просто мне нечем было помочь. Просто я сам себе не мог помочь. У меня самого внутри была недостаточность и внутри, и снаружи, да, и в материальном плане, и в плане содержания. И я работал над тем, чтобы прорабатывать себя. Но когда сейчас там я достиг уровня наполненности, мне есть чем делиться, не отрывая от себя. И сейчас я, да, там помогаю маме, там, она условно ни в чем не нуждается. Но я к этому уровню пришел через себя. То есть я не жертвовал собой. И я сейчас не говорю, что я такой весь правильный, святой. Берите пример с меня. Моя задача вам привести примеры. Что такое щедрость. Вот сейчас я считаю, я к маме проявляюсь из позиции щедрости. Но раньше я мог проявляться из позиции не щедрости, а из позиции недостаточности. Вот. Так вот, щедрость – это как, я считаю, что это из позиции наполненности. Поэтому очень сложно быть щедрым человеком, если само внутри проблемы, если самого внешне и внутри проблемы. Да, важно стремиться к щедрости, но при этом важно понимать, что этот уровень может носить через проработку себя. И пойми, пожалуйста, щедрость – это же не только про деньги. Щедрость – это же и про настроение. Щедрость – это и про взгляд. Щедрость – это и про улыбку. Щедрость – это и про то, как я взаимодействую с партнером. Это все про щедрость. Благодарность – это тоже щедрость. Женщины, которые не умеют быть благодарными, женщины, которых мужчины не считают благодарными, да, это зачастую женщины, у них блок стоит, она еще не проработана. У нее внутри она условно сжата, она в страхах. Как она может из этой позиции быть щедрой на благодарность? Поэтому, что я хочу донести этим видео? Я считаю, что важно стремиться к щедрости. Я это сам двигаюсь по этому пути и вам рекомендую. Но, как бы это странно ни звучало, всегда начинается все с себя. Поэтому более подробно о том, как быть щедрой женщиной во взаимоотношениях, зачем так делать? Потому что щедрые притягивают щедрых людей, вампиры притягивают вампиров. Понимаете? Очень простое правило. Поэтому, если ты хочешь притягивать щедрых людей, щедрых мужчин, я сейчас говорю не только про деньги, я тебе рекомендую прокачаться. У нас есть бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас под видео кликай по ссылке и успей записаться бесплатно. И эту тему я там буду раскрывать через взаимоотношения мужчины и женщины. Если это видео было для тебя полезным, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал. И до встречи в следующих видео. Пока!